В Аграрно-техническом колледже презентовали новые направления – лесное и лесопарковое хозяйство. Раньше специалистов лесного хозяйства готовили только в Каменке, но стране нужно больше лесничих и специалистов с профильным образованием. Ради эксперимента в Аграрно-техническом даже набрали заочников. Более 15% нашей территории занимается леса, и специалисты, которые там работают, трудятся, они без образования, все взрослые, очень взрослые, поэтому надо обновлять кадры. И кадры нужны уже знающие, то есть люди, которые будут знать, как управлять. После получения образования выпускники будут знать все о растениях и вредителях. Работу найдут всем, кто закончит колледж. Молодых специалистов научат восстанавливать леса и проектировать парки, а работать можно по всей стране. В этом году колледж набирает 310 студентов. Большинство мест бесплатные. Больше всего спрос на специальность – ветеринарное дело. Ветеринария пользуется успехом в этом году в большей степени. У нас даже ребята из Кишинева приезжали, подавали уже документы на данную специальность. Поэтому как-то ветеринария у нас пошла. Я с детства мечтала пойти на ветеринаров, и моя мечта так и не пропала. Я пришла сюда и скажу так, что здесь, сюда помогут. Если ты настроен на то, что ты хочешь по этой специальности работать, то, пожалуйста, надо приходить. Если ты сомневаешься в этом, лучше не надо, потому что большинство, кто неправильно обдумал не до конца, они просто уходят буквально после первого курса. В колледже 11 специальностей есть те, что позволяют открыть свой бизнес. Например, технология переработка сельскохозяйственной продукции. Без работы не останемся. Очень востребованная профессия эта. Если ты приходишь сюда, то ты уже должен быть настроен, что ты будешь ковыряться в земле, сажать деревья. Ты должен любить природу, прежде чем сюда приходить. Сейчас для абитуриентов проводят мастер-классы и встречи, чтобы им было проще определиться с выбором профессии. А на сайте Аграрно-технического колледжа можно найти информацию о поступлении. Прием документов уже через две недели.